Райфикшн представляет Дама под Вуалио С первый раз, с тех пор, как меня вырвали из Сан-Леонардо, я чувствовала себя дома. Тренту больше не казался чем-то ужасным. Он стал для меня раем. Граф и графиня. Ты точно не хочешь остаться? Точно. Подарки может отвезти Эрнеста? Лучше я сама. Я не хочу тебя отпускать. К вечеру я буду дома. Я ничего не знала о прошлом Гвидо. Филипп! Я и представить не могла, как оно повлияет на мое будущее. У тебя прелестная жена, Филипп. Я давно не видел тебя таким счастливым после Парижа. Меня зовут Гвида. Извини, забыл. Раньше я тебя знал под другим именем. И жена была другая. Это только вопрос времени. Меня ждет успех. Сколько тебе нужно? Сколько-нибудь. Чтобы протянуть. Не переживай, я все верну. Твои деньги в надежных руках. Как и твои секреты. 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 Есть кто-нибудь? Это я, Клара. Дети. Дети, я привезла вам сладости. Что случилось? Батыр. Матео! Мадалена! Анита. Анита, тут Клара. Господи. За что? Преданное доверие. Надо было его убить. Нет, Матео. Господь тебя уберег и остановил. Меня остановил Батыр, а не Господь. Надо было его убить. На глазах у Аниты. А теперь поздно. Клара. Клара, вели, чтобы он так не говорил. Матео прав. Но еще не поздно. Мой брат заплатит за все, что натворил. Что бы ни наговорила сейчас Клара, мой долг предупредить, что ваш брак на краю пропасти. Так же, как и доброе имя этой семьи. Похоже, что вашу жену и этого ее друга связывает нечто большее. Пока вы путешествовали, он впал в ярость и набросился на моего сына. Наверняка была причина. Если бы, но увы. Факты говорят сами за себя. Куда первым делом отправилась Клара? В Сан-Леонардо. Отец, надо поговорить. Нам с тобой тоже. Вы знаете, что случилось в поместье? Конечно. Вы уже приняли меры? Нет. Еще нет. Что вы собираетесь делать? Я его прогоню. И только? Сначала я собирался обратиться в полицию, но потом пожалел Мадалену. Уволить его будет достаточно. О ком вы? О мерзавце, что напал на твоего брата. Этого мерзавца зовут Матео. И первым напал ваш племянник. Он пристал к девушке и изнасиловал ее. Мой сын на такое не способен! Я не позволю говорить о нем гадости! Это какая-то ошибка. Скорее всего, девчонка. Никакой ошибки. Корнелио должен заплатить за то, что натворил. Накажите его, или я завтра же пойду в полицию. Добрый день, сестренка. Как прошел медовый месяц? Точно лучше, чем у Аниты. Позволь и сомниться. Хватит! Я больше не желаю слушать такие гадости в своем доме. Есть вещи, которые должны оставаться в семье. Никакой полиции. Или я расскажу о серебре, которое стащил твой дорогой Матео. Я все решил. Мерзавца я завтра уволю. Станере служили вам 30 лет. Если прогоните Матео, обречете на нищету Мадалену. Моя мать не позволила бы этого. Твоей матери здесь нет. Вместо того, чтобы защищать мерзавца, лучше подумай о своем муже. Гвида, скажи, что так нечестно. Защищать этого типа не твоя забота. Вот ты где, а я тебя ищу. Как ты мог. Ты о чем? Аниту изнасиловали. А поплатится за это тот, кто пытался ее защитить. Ну да, Матео настоящий герой. В чем дело, Гвида? Я тебя не узнаю. Зато ты как на ладони. Я тебя не знаю. Всё. Как я не знаю? Простите, я бессильна. Я ведь обещала. Не переживай, детка. Господь нас не оставит. Матео найдет работу, новый дом. И для тебя там всегда будет местечко. Матео. 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 Поехали. Это неправильно. Матео и Мадалена этого не заслужили. Подскажи, святая дева. Подскажи, как быть. Как им помочь. Вы уверены? Сколько дадите? 250 флоринов. Я, как никто, понимаю, как тяжело расстаться с такой ценной вещью. Извините, можно? Конечно. Хорошо. Это ваша работа. Нет, графиня, это старый мастер. Я их купил вчера у симпатичного молодого человека. Вы заинтересовались? Нет, спасибо. До свидания. Хорошего дня. Какие красивые серьги. Отец подарил их моей матери. Наконец-то. Тебя проще застать в Сан-Леонардо, чем дома. Мадалена мне как мать, Матео как брат. Я не могла не попрощаться. Ну да. Да-да, как брат. Позволь напомнить, что я не бывала в чужих постелях после свадьбы. А я не забыл ту ночь, когда ты хотела сбежать с братом. Но вышла я за тебя. Тебя заставили. Это не значит, что я тебя не люблю. Не делай из меня посмешище. Гвидо, помнишь мои серьги? Те, что тебе понравились. А что? Не могу их найти. Последний раз я видел их в Риме. Это моей матери. Наверное, в гостинице забыла. Я дам телеграмму. Не стоит. Если они порядочные люди, сами вернут. Деньги, что я посылаю, нужно перевернуть. Я не могу передать Матео. Но он не должен знать, что это от меня. Так что я полагаюсь на вас, дорогая матушка. Я не сомневаюсь, что вы сохраните все в тайне. Этих денег хватит, чтобы не думать о работе и перебраться в падую. Он ведь всегда мечтал выучиться на агронома. Я буду вам иногда писать, дорогая матушка. Но наша переписка должна оставаться в тайне ото всех. Об этих деньгах не должен знать никто, даже мой муж. Я не могу ему довериться. Достаточно, чтобы исполнился 21 год, не 25. Но те, кто зарабатывает меньше 40 лир в год, голосовать не смогут? Нет, достаточно уметь читать и писать. Бедная Италия, в парламенте сплошная нищета. Всё могло быть ещё хуже. Католики вообще требовали всё общего избирательного права. Даже для женщин. Не вижу в этом ничего странного. Ну да, вам хочется свободы. Вы рвётесь в политику. Ради чего? Ради чёрного крестика на листке бумаги? Позволь нам самим решать. Гвида прав. Мы, женщины, должны знать своё место. Какое? Потакать желанием хозяина? Клара, не перегибай. Безжалостный помещик, насильник и их ярый защитник. А я перегибаю? Я не потерплю оскорблений. Не утруждайте себя, я сама уйду. Клара, 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 Позовите врача! У вашей супруги, господин граф, типичное недомогание. Она ждёт ребёнка. Отлично. То, чего я так ждал, свершилось. Мои поздравления, господин граф. Иди к ней. Вот почему она так нервничала. Ничего, станет матерью, про эту блажь забудет. Идёмте, доктор. Выпьем по рюмочке. Можно? Как ты? Лучше. Тебе что-нибудь нужно? Нет. Ты рада? Я про ребёнка. Я всегда об этом мечтала. Теперь не знаю. Клара. Я хочу попросить прощения. То, как Корнеллио поступил с твоей подругой, это ужасно. Я должен был потребовать справедливости, как ты. Правда. Я тоже виновата. Сначала надо было посоветоваться, а не бросаться на их защиту. Конечно, ты приревновал. Ещё бы. Я кое-что принёс. Это сюрприз. Давай. Давай, давай, открывай. О, Гвидо. Глазам своим не верю. Они не должны были попасть в чужие руки. Если расскажу, не поверишь. Я отправился к ювелиру, хотел купить тебе подарок, чтобы тебя утешить. А они там лежат. Ты, наверное, обронила, а кто-то подобрал и отнёсся в лавку. А где ты взял деньги? Ты рассердишься, если скажу. Я поставил всё, что у меня было, на скачках и выиграл. Я в жизни столько не выигрывал. Ты довольна? Обещай мне кое-что. Больше не играть. А ты пообещаешь больше не видеться с Матео? Он просто друг. А это просто скачки. Ты должен мне доверять. А ты мне. Надень. Сейчас. А что? Давай. Я помогу. До свидания, доктор. И что теперь? Я что-нибудь придумаю. Синьор, это не больница. Мы предпочитаем называть наше заведение «дом жизни». Это немецкая идея. Мы предлагаем женщинам в интересном положении заботу и уход. Очень-очень интересно. Забота и уход, да. Очень интересно. Но я пришла к вам с особенной просьбой. У нас есть общие знакомые, они посоветовали обратиться именно к вам. Прошу, синьора. Видите ли, это особый курс лечения. Он индивидуальный. И очень дорогой. С деньгами проблем не будет, доктор. Надеюсь, мы скоро увидимся. Да. До свидания. Клара, дорогая. Что ты делаешь? Их надо полить, а то завянут. Как бы ты у нас не завяла. Ой, прости, прости. Я не хотела тебя пугать. Постарайся меня понять. И я уже пережила это с твоей матерью. У нее тоже были обмороки во время беременности. И вчера я будто снова увидела ее. Это было так ужасно, когда она умерла. А вы с ней так похожи. Как же мне не переживать за тебя и за малыша. Я уже навела справки. Нет, нет, ерунда, не обращай внимания, не слушай. Я тоже мать. Чего не сделаешь ради своего ребенка, да? Что за справки ты навела? Так, ерунда. Я слышала об одном санатории для беременных женщин. Они его называют дом жизни. Там отличные врачи. Нет, не слушай, я зря переживаю. Поступай, как знаешь, как тебе подсказывает сердце, и все будет хорошо. Не слушай свою старую тетку. Не надо. Спасибо. Я слегка переживаю. Почему? Вчера мне опять было дурно. Это нормально. В твоем положении. Если я умру как мама, ты позаботишься о нашем малыше? Мы не допустим, чтобы ты умерла как мама. Что ты скажешь, если я ненадолго уеду в санаторий? Это такое место. Это не больница. Там как в деревне, только рядом врачи. Они будут за мной наблюдать. Тетя Матильда предложила? Тетя Матильда в Санкт-Петербурге на международной выставке. Не знаю. Если так нужно... Я просто хочу, чтобы все прошло хорошо. Чтобы наш малыш не остался без матери. Мои помощники окружат вас заботой. Добро пожаловать, графиня. Спасибо. Если что-то понадобится, в любое время достаточно позвонить. Обед вам будут подавать в спальню. Но вы сможете принимать посетителей в этой гостиной. Тут неплохо, да? Ты будешь меня навещать? Вырвусь между скачками. Узнаю, что играешь, руки отрежу. Я, коллега, в больнице. Ты беременная здесь, как романтично. Я предупредила. Ты такая красивая. Стой. Гвидо. Клара, дорогая, иди взгляни, какая чудесная комната. Я скоро приеду. Обещаешь? Обещаю. Мила, пожалуйста, устраивайтесь, графиня, ужин уже готов. Спасибо. Это немецкая диета, специально для бременных. Приятного аппетита. И на сколько рассчитана эта немецкая диета? Три дня максимум. Она умрет? Потеряет много сил, но жить будет. Все будет выглядеть как естественный выкидыш. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ее нельзя увидеть? Почему? Мне жаль, господин граф, но ваша жена спит. В такое время? Длительный сон – важная часть терапии, что мы здесь проводим. Хорошо. Тогда я подожду, пока она проснется. Гвидо. Вам незачем здесь сидеть. Клара проснется нескоро. Вы ее видели? Как она? Гораздо лучше. Недомогание, что ее мучило, почти ушло. А вам я советую ехать домой. Я за вами пошлю, когда она проснется. Обещаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вам нужно поесть, графиня. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Клара! Клара! Амели? Что ты со мной сделал, Гвидо? Амели? 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 Клара. 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 Нет, ее нельзя беспокоить. Скорее, позови доктора Раваньи. Гвидо. Что они с тобой сделали? Забери меня отсюда, Гвидо. Идем. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вы куда? Пропустите. Если вы ее заберете и что-нибудь случится, вы будете виноваты. Синьор, господин граф. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Проснулась. Что мы здесь делаем? Отдыхаем. Ребята, спи еще. Все будет хорошо. Надо же, такой богатый. Такой счастливый. Ты моя удача. Пока французская полиция тебя не выследит. Это мои любимые. Почему ты встала? Тебе нужен покой? Мне уже лучше. А недавно еле на ногах держалась. Все это время у меня была такая слабость. Как это случилось? Не знаю. Наверное, лечение не пошло на пользу. Мне тоже. Почему ты меня забрал? Наверное, потому что ты мне нужна. Приятно это слышать. Клара, давай уедем вдвоем. Мы уже вдвоем? Нет, нет, нет. Далеко отсюда. В другую страну. Под другими именами. Например, в Америку. Как романтично. Двое беглецов? Вот именно. Как будто я... сделал что-то нехорошее. И меня ищет полиция. А ты... готова со мной бежать. Мы все заново начнем. Вместе. Однажды ты уже пошутил мне совсем удачно. Больше я не куплюсь. Похоже, ты меня раскусила, красавица. И мне это нравится. И мне это нравится. Ты так быстро встала на ноги. Стараниями Аделины. Она вкусно готовит. Большое спасибо. Я потом к вам взгляну поболтать с Анитой. Анита со мной не живет. Она сейчас в Мальдзоке у Мадалены. Почему? Клара! Клара! Мадалена! Здравствуйте! Ты такая красивая. Только ты очень худенькая. Тебе нужно кушать за двоих. Врачи в Тренте думают иначе. Да что они в этом понимают, врачи? Мужчины! Я вас не познакомила. Это Гвидо, мой муж. Очень приятно. Мне тоже. Ну как ты? Как на новом месте? Отлично. Люди работящие, земля хорошая, хозяева приличные. Всяко лучше тех, что были в Сан-Леонардо. Не говори так. У твоего отца были свои причины. А где Анита? Мне сказали, она живет с тобой. Да. Ты знаешь? Нет. О чем? Анита! Анита! Смотри, кто приехал. Я не знала. Я никому не говорила. Я так рада. Вы с Матео поженились? Ребенок не Матео. Твоего брата. Корнелио. Людовика и Карлотто не знают, где они. Наверняка отправились в Сан-Леонардо. Привези их. Гвидо. Гвидо. Клара. Клара. Гвидо. Гвидо. Клара. Гвидо. 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 Гвидо, Гвидо, Клара Я знаю, они были здесь И куда отправились? Я должен их найти Сейчас же говорите, где они? Сначала я была в отчаянии Хотела покончить с собой Или... А потом решила оставить Не знаю, смогу ли я привязаться к малышу Но он не должен платить Он не виноват Ты такая смелая Я бы, наверное, не смогла Смогла бы Его отец не должен знать Подумать только Твой племянник Я бы не поверила Наши дети будут расти вместе Как братья Или как сестры Нам нужно вернуться в Трента, но... Я тебя не брошу Мы скажем Матео, что ты заезжала Он каждый раз про тебя спрашивает Ему нравится в Падуе Хоть он и не знает, кто платит за учебу Мы думаем, что это его настоящая мать Может быть Нам пора Святая Анна вас защитит Я знаю, как всегда Иди сюда Было приятно познакомиться, господин граф Мне тоже приятно познакомиться с той, что вырастила мою жену Что мы им скажем? Говорить буду я Нет, лучше я Да Не пытайся оправдать своего мужа Это очень безответственно Сбежать от докторов, чтобы отправиться куда? В Сан-Леонардо? Отец, я... Помолчи Ты рисковала жизнью моего внука Прежде всего он мой сын Так и веди себя как мать А не как взбалмошная девчонка Я говорила с доктором Завтра он нас ждет Надеюсь, эти несколько дней не скажутся на здоровье малыша Надеюсь Нет Что нет? Я отказываюсь Я туда не вернусь Тут командую я А ты делаешь так, как велит отец Нет Увы, нет Клара моя жена За нее отвечаю я, а не вы А я ей доверяю Мы устали с дороги Да Мы идем спать Спасибо Всем спокойной ночи Всем спокойной ночи Это было смело Три дня в деревне? Согласен Я про то, как ты ответил отцу Смелость ни при чем В деревне слишком тихо, и я плохо спал Мне надоели разговоры, хотелось поскорее в постель Ты точно хочешь спать? Погоди Это тебе Что здесь? Открой Начало было не совсем удачным У меня долги У тебя проблемы Уважительные причины для брака Я не знаю, получится ли из этого что-то путное Но если ты и дальше будешь так улыбаться Я буду только рад Вашу руку, графиня Скажите, согласна Я не уверена, что согласна Согласна КОНЕЦ Ребенок в порядке Вы сейчас в отличной форме Нам остается только ждать Пока все идет нормально Я вас не призываю сидеть дома Но дальние поездки затевать не стоит Ребенок может появиться раньше срока Спасибо, доктор Филипп, друг мой Я уже сказал Забудь это имя Прости, с языка сорвалось Не знаю, как тебя благодарить Я все вернул с процентами Отлично Когда в Париж? В Париж Мы были счастливы в Париже У меня концерты в опере У тебя жена Другая Любимая А это надолго? Той в Париже больше нет, друг мой Мы ее убили Вместе Амели Гвидо 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 Помоги Умоляю Гвидо 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 Сэр Оранжерея Оранжерея КОНЕЦЕРА УТО КОНЕЦЕРА УТО ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Фильм переведен и озвучен компанией Игмар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова